лапкой вверху всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и мы с вами сегодня очередное оправдание не веганов убить струппожоров разберем ответим на вопросы но иногда они в виде утверждений надо в виде вопросов звучат ну и сегодня у нас такое уже двадцать третье оправдание сколько уж можно до смерть это часть жизненного цикла или такова жизнь все живые существа рано или поздно умирает поэтому я имею моральное право лишать жизни животных есть и их плоть и их или выделение да все равно умирает почему бы не сделать не помочь кому-нибудь умереть пораньше думаю что видео сегодня получится короткое надо я вас прошу устроиться поудобнее да и запастись чайком и терпением но сегодня я думаю много мы говорить об этом не будем как вы видите все у меня сплошным текстом у эда текста которую мы читаем это винтерс это землянином право проповедника активиста вегана из великобритании где он на родном языке много говорит призывает людей стать добрее и любве обильнее чище не подчинять живым существам вреда и даже защищать их мы с вами и он есть знаете больше из этого видео хотел бы даже урок может быть показал того вот сейчас мы много будем читать и даже немножко будет непонятно казалось бы такой один из самых простых ответов и обличение этого оправдания в его невежестве и злобе глупости и тупости как всегда да покажу просто как вот читая надо или может быть опять неверный перевод недословные или интерпретированные бывает не дает нам какого-то понимания я скажу своими словами мне кажется вам будет понятно хотя начало и так понятно но как-то дальше так написано поэтому я на сейчас прям сплошняком прочитаю и потом просто кое-что скажу принципе тут в одной фразе все в этом самом утверждение и ответ мы в конце еще раз прочтем вам все станет ясно мы довольно часто слышим говорит и пишет от людей что смерть это всего лишь часть жизненного цикла это оправдание очень похоже на оправдание с пищевой цепочкой как я уже говорил сказал что буду без перерыва не сдерживать обещания это действительно ролик тоже неплохо было бы кстати пододвинуть и поближе сделать к тому вы помните про то что про пищевую цепочку до слабо пожирает 7 пожирает слабого может быть как я вам говорил уже предыдущих видео я немножко перекомпоную потом перри все это переделаю но это будет потом уже для будущих поколений сейчас в принципе не суть важно кто меня последовательно смотрит ну и в принципе каждое оправдание и ответ на эти вопросы все равно и в отдельном взятом формате имеет место быть и понятно да с пищевой цепочкой когда идет отсылка к природным процессам и к тому что наши действия предопределены природными законами поэтому когда мы едим животных или их выделение мы всего лишь следуем своей природе однако концепция цикла жизни относится всего лишь к двум моментам нашего существования к нашему рождению нашей смерти я обращу ваше внимание на вот это так по крайней мере перевод я не знаю как там это на самом деле на английском говорил да мы делали с ольгой стенографии видео переведенного на сайте на на канале азам есть зерно духом уже с их не русской так скажем перевода творчество это делали вот эти тексты я обращу ваше внимание это все словосочетание в разные интерпретации цикл жизни жизненный цикл будет все время встречаться вот именно она будет немножко давать недопонимание но мы в концовке скажем скажу об этом я те события которые происходят между этим двумя точками то есть рождением и смерти не имеет отношения к циклу жизни тут же это говорит да вот и животноводство не имеет никакого отношения концепции цикла жизни сейчас его поймете давайте читать и я уже потом расскажу вот и животноводство не имеет никакого отношения концепции цикла жизни по сути цикл пыток и смерти то что происходит с этими животными нет никакого отношения к природе такой системы нет в дикой природе и ни один закон природы не предусматривает подобного поэтому когда мы покупаем какой-нибудь продукт животного происхождения мы не действуем соответственно с каким-то законом природы. Потому что мы покупаем продукты, которые получены из абсолютно неприродной системы, придуманной человеком, и никакого отношения к природе не имеющие. К тому же, если мы считаем, что имеем моральное право отнять жизнь у коровы, свиньи, овцы или курицы, оправдывая себя тем, что это цикл жизни, то выходит, мы вправе на таком же основании отнять жизнь у любого другого животного – у собаки, кошки, кита или дельфина. Ведь если мы морально оправдываем убийство какого-либо животного аргументом о том, что оно все равно однажды умрет, тогда следуя этой же логике мы можем морально оправдать убийство любого вида животного. Вообще-то этот аргумент может быть применен и к нам, людям, ведь у нас, как и у других животных, тоже есть жизненный цикл. Мы все когда-нибудь умрем, но это не дает морального права кому бы то ни было отнять жизнь у нас лишь на том основании, что все мы все равно однажды умрем. Используя этот аргумент, это цикл жизни, можно морально оправдать убийство собаки или кошки, но если бы я взял собаку из приюта, принес ее домой, затем перерезал ей горло, вряд ли вы смогли бы оправдать морально мои действия. Но используя этот аргумент и эту логику, такое поведение было бы вполне приемлемым, и я бы спокойной душой мог убить собаку или любой другой животное. Когда случается, что человек убивает акула, лев, тигр или крокодил, мы не оправдываем такое животное, говоря, что оно руководствовалось аргументом, все равно этот человек когда-нибудь умрет. И даже наоборот, мы возмущаемся, мы злимся, мы выходим на охоту на таких животных и убиваем их. Мы убиваем акулу, льва, тигра, крокодила. Мы мстим животному, мы хотим возмездия. Но если мы морально оправдываем себя без нужды, убивая животных и говоря, что это цикл жизни, мы должны быть последовательны и признать, что тогда убийство любого живого существа, включая нас самих, может быть оправданным. Любое живое существо когда-нибудь все равно умрет. Дело в том, что аргумент это часть жизненного цикла. Дело в том, что аргумент это часть жизненного цикла изначально относится к природным процессам, а промышленное животноводство невероятно далеко от природных процессов. Как же мы поступаем с животными? Мы селекционируем их искусственно осеменяем и запираем в ангарах, лишаем их солнечного света и свежего воздуха. Эксплуатируем их для того, чтобы забрать то, что принадлежит им, их молоко, их яйца, тут и шкуры, и все на свете, да, здоровье, когда мы испытания на них проводим. Мы отвозим их на бойню, где перерезаем их в горло, мы отнимаем у них жизнь, и все это мы делаем вовсе не природными способами. То, что мы делаем с этими животными, не имеет ничего общего с естественным порядком вещей в природе. Мы никак не можем оправдать наше поведение, мы режем их, калечим, подвергаем насилию, заставляем испытывать боли, страдания абсолютно без нужды. И все это рассуждая о жизненном цикле. Наличие жизненного цикла не дает нам морального права без необходимости и бессмысленно отнимать жизнь у животных, которых хотят жить. И даже несмотря на то, что все животные когда-нибудь умрут, это не дает нам исключительного права отнимать у них жизнь, когда в этом нет никакой необходимости. Что-нибудь понятно? В принципе, ну мне уже, конечно, понятно. Но если честно, я вот это вот, этот ответ Эда текстовый, неважно, вы его можете послушать, у него есть эти вот, я бы сказал, записи, переведенные каналом Азьесим, Зерно Духа. Когда вот это быстро читаешь, и даже я вникал, и как-то немножко вот надо в каждое предложение вникать, кажется, как-то тяжеловато идет. Вы все поняли? Но если нет, для этого я вам и нужен. Давайте поговорим об этом уже. Я не стал останавливаться, чтобы вот именно. Я вам то же самое скажу, только на русском языке, так как я русский говорящий. Это никак не умаляет речей Эда, наоборот. Он все говорил правильно, но как-то, не знаю, о чем он говорил, и о чем вообще идет речь. Даже я все равно говорю, читаю, мне не совсем как будто, как будто я опять читаю, как будто это надо жевать. То есть бывает вот легко понимать с текста, бывает нет. Может быть, вы, конечно, все поняли, я не знаю. Но вот даже я сейчас читал, я как будто, мне, конечно, распирало прокомментировать, но я, это тогда надо будет каждое предложение комментировать. Я то же самое скажу прямо без подгледки, да, в текст, то есть не комментирую его. О чем речь? То есть некий человек, не веган, убийца-трупажер утверждает, что суть жизни, жизнь и смерть, родился, умер, родился, умер, родился, умил. Да, это так, говорит Эд, и я, и вы, все мы. Да, это так, мы рождаемся и умираем. И якобы это, наличие этого факта, ну и я, хотя между этим фактом, Эд говорит, и я вам перевожу, да, есть еще целая жизнь. Вы помните, я об этом постоянно говорю, слушайте, жизнь и благая жизнь. Это абсолютно разные понятия, в том плане, что на другую чашу можем тогда положить что? Адскую жизнь, ужасную жизнь, жизнь страданий, смысл жизни, как есть такое выражение, оно иногда можно применимо, да, там, смысл жизни в жизни, говорят, но это не совсем верно. Если это действительно просто ответить на вопрос, в чем смысл жизни, то он не в жизни, даже само суждение, оно неверное. Не может быть смысла жизни в жизни, как раз когда великий философ так тоже и пишет, а, так скажем, вот, агуливое, или, так скажем, это высказывание, хотя иногда оно в некоторых даже в великих трактатах написано, но это там другой контекст есть, да. А смысл жизни не в жизни, а смысл жизни в счастливой жизни, в благой, в жизни полной радости через получение удовольствия, наслаждаясь ими. Вот смысл жизни. А не в том, что я испытываю постоянно боли, от этого страдаю. Жизнь не в этом. Спросите любого человека, страдающего по разным причинам, психическим, душевным, материальным. Он скажет, что это не жизнь, я хочу избавиться от нее. И вот именно спросите человека, который от кайфа к кайфу переходит, он скажет, да, жизнь вечная, кайф, я счастлив, дай Бог подольше поживу. Это раз. А аргумент, строящийся на том, что раз жизнь состоит из рождения и смерти, циклов, хотя между ними еще целый промежуток, называющийся, по идее, должен называться, счастливой жизнью, это не дает нам право кого-то убивать, или его цикл жизни, из-за того, что он все равно умрет. Все равно умрет. Вы знаете, так только он может утверждать, как это говорят грешники, язычники, или неверующие, а правильно сказать, это неверующие в бессмертие, не принимающие в ответственность за свою жизнь, что ты понесешь и получишь все то, что ты творил другим когда-нибудь, да. Тогда легко рассуждать. Да, он все равно умрет. Он ничего не будет помнить, как мне папа говорит, его червяки сожжут. Я говорю, нет, не сожжут. Вкусишь все, что сеял. Пожнешь все, что сеял, и вкусишь все, что чем-то других питал. Какой блевотина, и всю будешь ее сам хавать. Жизнь это не безответственная штука. А тогда он все равно умрет. Можно его в жизни превратить в ата, в оконцовки еще и ускорить ту смерть, якобы которая все равно бы наступила. Вот тут какой посыл такого вот оправдания. В принципе, как мы видим, в начале мы об этом и прочитали. Такова жизнь. Ну, говорит это. О чем я, вы слышите, постоянно проповедую. Этого, кстати, веганам не хватает. И хоть я для них чужой среди своих, я им все время говорю, что это очень важно. Недостаточно любви к животным проповедовать. Вечность надо проповедовать. Ответственность. Это очень важный момент. Причем это не потому, что чьи-то фантазии, это просто сущность бытия. Хочет он или не хочет, он не умрет. Он никуда не сгинет. Он думает пожить, куча говна всем натворить. И потом все, все хорошо, вечность канул, червяки сожжали. Нет. Надо говорить этому человеку. Нет. Ты ошибаешься. Как Иисус говорил, ты обманешься. Не обманывайтесь. В Писании Иисуса и в разных местах Библии раскиданы. Бог поругаем не бывает. Свобода, любовь и истина, она не бывает поругана. Ты думаешь обмануть жизнь? Нет. Бога, справедливость, если хочешь. Нет. Нет. Ты думаешь, ты сможешь смерть у себя, как здесь некоторые люди. Гитлер, которого мы недавно вспоминали, якобы, который был вегетарианцем. Ты думаешь, ты пулю себе в лоб пустил, это и все. Ото всей ответственности ушел. Нет. Ты попадешь в такие места, где ты вкусишь все, что ты делал другим. Вся боль, которую ты причинил другим, ляжет на тебя в той или иной форме. Ты будешь созерцать и ощущать на себе все страдания. К тебе еще большие дьяволы будут применять эти все вещи. Когда, как я всем привожу пример жизненный, воришка средненького пошива попадает на зону, он сразу понимает, что там есть паханы посильнее его. И он начинает там им становиться рабом. Хотя здесь он на овечках выезжал в этом мире, да. Ты здесь кого-то опускал. Вы знаете, педофилы и насильники попадают на зону. А кем становятся сразу, прям, моментально опущенными. Сразу, прям в момент. Просто потому, что ему здесь уже общество это приписало. И чем он здесь занимался, там с ним делают то же самое, что он делал здесь на воле с людьми. Вот вам уже земные законы бумеранга жизни, которые работают. Здесь то же самое. Обещал ролик покороче поговорить, но не получится, как всегда, да. Вот о чем речь-то. Об этом надо говорить. Потому что, в принципе, Эду здесь этого не хватает. Он ни к чему не взывает. Он не может ничем аргументировать. Он просто, как бы, ну, к здравому смыслу всегда взывает. Да. Но это здравый смысл, видите, чем прикрывается. Ешь, пей, веселись, душа моя, ибо завтра умрем, как говорил апостол Павел. Тогда можно делать все, что хочу. Аргумент здесь не хватает, аргумента о бессмертии. Причем в него, в принципе, многие люди, не обязательно, которые Христос воскресе, раз в год на Пасху выпият из своих капищ. Нет. Хоть он и реально воскрес, будучи убит. Но это исповедуют и многие представители человечества. И в разных, тех же самых, религиозных, тех же самых, течениях. Поэтому это природа человека. К ней надо тоже взывать. Не только к разуму человека. Вот я хочу, чтобы меня веганы, которые не исповедуют вечную жизнь, задумались об этом. Это очень сильно. Это самому станете еще больше укрепить. Это фундамент жизни. Это фундамент правозрения. Он на многие вопросы жизни тоже дает ответ. В частности, вот на такие. И другим сказать. Вы человеку сделаете благо, призвав его откликнуться собственной природе, природе бытия, вечности. Никуда ты, никто не денется никуда, за грани бытия. Как в Писании, в Библии говорится, куда сойду? На дно ада, и там ты. Бог всячески во всем и везде. Нет места, где бы его ни было. Никуда не скрыться от истины. Так что право кого-то умереть. Не право, вернее, а вот этот временный. И то, это все временные события. Мы живем, я говорю, лишь это видимая смерть. Ее не существует. Этот аргумент упирается на то, что есть смерть. А ее нету. Ее нету. Ну, правда, я говорю, и доходит до такой тупости. Ты ему это говоришь, он тебе сразу ответ, что говорит. Уже, наверное, устали от моих ссылок на моего папу. Просто у меня с ним недавно были жесткие тут дебаты. Поэтому как-то в последних роликах я его особо сейчас... А, ну тогда что? Опять, это уже говорит, конечно, об отсутствии ума. Хотя у меня папа в миру очень умный человек. В плане знаний. Но как я его пытаюсь показать, что в плане мудрости, которая проявляется в добре, умный человек и умная голова, это не та, которая умеет квадратик с крестиком, с кругляшком сравнить, да, и инструкцию мудрую прочитать, а которая из сердца выпускает только добрые мысли, проявляемые в делах, а не злые и глупые. Вот кто такой умный человек. Добрый человек. Он же святой, праведный, светлый, и все к этому, все эти эпитеты к нему подходят. А это дурь. А, ну раз оно и бессмертное, еще ты говоришь, ну а тогда что мне переживать? Конечно, это вот хочется добавить тогда, да. Раз все бессмертны, тогда тоже. Может, кстати, добавлю. А может, вот в этом, давайте же все в этом добавлю к этому. Да, я вот от собственного папы такой слышу. Ну а тем более, раз ты говоришь, ему все удобно. Червяки сожжут, да, он этот аргумент. Ну хорошо, ты же все бессмертны. Ну тогда вообще похеру. Чего переживать-то? Ты же говоришь, я его как бы и не убиваю, но... Да. Ну вроде и не убиваю. И я вроде бы умираю, вроде не умираю. Ну ничего. Ну там какая-нибудь тоже из-за этого же потом пошло, поехал в аду, покаясь там. Ну ничего страшного. Там выживу. Чепуха, конечно, бред. Лишь когда человек такое говорит умному человеку. У умного человека в голове ничего хорошего об этом человеке не возникает, да. Как завернул, да. Никакого уважения к такому человеку. Речь идет о жизни, о благой жизни. У тебя нет никакого права наличия, пусть мы в эту когда-то, человеком введенную, особенно для христиан, тем более тоже, когда общаюсь. Ты говоришь, ты христианин. Признаешь Библию. То, что там написано. Первую главу книги Бытия, вторую, третью, где описано грехопадение человека, где Адам с Евой убили это животное, живое существо, сожрали его труп, этим самым сами смерть в мир привнесли. Бог и одел в эти кожаные смертные одежды, ну образно это Бог одел, человек эту смерть сам стал вкушать. И вот именно. Каким образом он стал ее вкушать? По благости, по любви Божьей. Человек не умер, потому что умереть бесполезно. Появилась просто на шкале, на таймлайне вечности рисочка. И ты живешь от одной рисочки до другой. И более того, как ты живешь? Потихоньку истлевая, потихоньку угасая. И можешь угасать потихонечку вполне в счастливой жизни. Многие, проживая жизнь от рождения до старости, перехода этого, живут в хорошую, счастливую, добрую, полную радость и веселье, жизнь. На каком основании, что это просто вошло в мир, причем из-за вот такого же события, которое произошло? Ева именно убила, это животное. Сожрала его труп, накормила Адама, а потом они вместе всем этим стали заниматься. Своих детей всему этому научили. Так это надо исправить. А ты это укореняешь, более того, берешь за это основание, что раз они убили, другие убивают, что смерть есть, и я могу. Я в конце так и добавил своими словами, как всегда тут подписал просто. Здесь по циклам жизни, если вот этого немножко непонятно, вот это, надо понимать естественную смерть от старости в противовес смерти насильственной. То есть, когда подставляешь вот это, я говорю, может быть, перевод немножко неправильный. Тогда читается намного лучше. То есть, о чем изначально тоже еще речь, но мы уже поговорили, что в принципе идет там вообще о факте смерти, значит, человек не дает право убивать. Да. А раз факт смерти есть, то я могу и промежуток между жизнью, рождением и смертью, какой угодно, кому угодно сотворить. Ну и плюс, речь-то идет вот именно, если другими словами еще. В принципе, мы об одном и том же уже будем топтаться. Ну просто, я там по одному пометил, а вам немножко рассказал, даже не так, как сам пометил. Другие просто слова можно опять подобрать, и скажу, вот это непонятно еще, хотя уже все понятно и так. Вот это факт естественной смерти от старости, ну пусть там болеет человек, еще что-то, не дает тебе права насильственного смерти, забрания жизни. Ты говоришь, а, ну вот смерть все рождаются и умирает. Но умирает естественность, и никто не помогает. Ни ты, никто этих граней и концов не знает положение, кому сколько отмерено. Ты-то какое к этому отношение имеешь, чтобы на основании факта естественного смерти взять себе право кому-то прекращать, ускорять это событие, приближать этот день смерти. Пусть ты там в нее веришь, допустим, да, и признаешь. Кто тебе, почему тебе факт наличия естественной смерти, природной, вот энциклы жизни, так называют, конец цикла жизни, да, тебе право этот конец приблизить. Ну тут две мотивы, я говорю, мы же с вами его разобрали. Во-первых, что вообще факт смерти дает тебе возможность смерти приближать. И почему тебе факт смерти дает право кому-то, потому что между жизнью и смертью, между рождением и смертью есть еще цикл жизни, период. Тут, может, слово цикл немножко неправильно. Период – это отрезок жизни. Может, и цикл. Мне кажется, перевод был не очень. Цикл как будто уже по кругу. А здесь подразумевается, что нет никакого, если круговорот других, что просто вот у всех. Но это цикл, слово неправильно. Цикл – это цикличность. Имеется в виду о ком-то одном. Мне кажется, с переводом немножко намудрили. Отрезок жизни, может, там было что-то такое, надо было с английского правильно перевести, не знаю, ну или по смыслу. У нас в русском очень многие разные слова одно и то же обозначают. У нас есть коса и коса, и коса, и чего только нет. И коса земля, у нас этих кос, неизвестно сколько, все одним словом называется. Да, здесь то же самое. И наоборот. Порой даже одни и те же вещи, несколькими разными словами называются, хотя за речь об одном. Поэтому наличие естественной смерти, факта просто, временного причем, причем, который люди сами мир таким создали, мир был Богом создан абсолютно благим, вечным и бессмертным, но и свободным. И неправильно, используя свою свободу, используя не на творение добра, а на творение зла, человек первый сотворил зло и убил именно, кстати, живое существо. Именно поэтому то же самое христианство, любовь ко всему, вот эта всеобщая благость, и начинается с любви к беззащитным существам, к животным, о которых все время проповедуют. Ну так вот, и поэтому факт этой смерти, нами же, так, образно скажем, себя ассоциируя со всеми предками, с Адамом и с Евой, нами же в мир, приведенный этой смерти, естественную, по милости Божией, не сразу кувалду Адама с Евой по голове упала и уничтожил их навеки вечные, ихняя личность. Нет, Бог положил просто временные отрезки жизни, чтобы человек из жизни в жизнь чему-то научался. и факт этой благостью, милостью пользоваться для чего? Временной смерти, иллюзии, конца жизни, пользоваться для того, чтобы кому-то этот конец приближать, а отрезок между рождением и концом делать невыносимым адским, пытая, убивая, насилую, издеваясь, если применимо, к людям. И это, как вы видели, если внимательно обратили внимание, причтение опять на людях привел пример, тогда действительно какая разница? Тут я вам вспоминал уже не раз слова апостола Павла. Завтра умрем, он там именно в этом контексте говорил. Тогда ешь, пей, веселись, душа моя. Если нет воскресения мертвых, нет жизни вечной, Христос не воскрес. Это он церковь обличал, которая якобы христианская, которая якобы в первом-то веке прямые ученики Христа уже друг с другом спорили, есть ли воскресение Христово. Воскресение вообще из мертвых и жизнь вечная. Это отсылочка. И мысли задуматься тем, кто, может, впервые попал на мое видео, христиане, насколько там первая, ранняя христианская церковь была святой и хорошей. Они уже там выясняли. В первом веке, в первом, прямые ученики Христа. Воскресал ли Христос? Воскреснуты ли все в последний день? И есть ли вообще жизнь вечная? Уж что тут говорить, через две тысячи лет опять. Но опять же, без Христа спокойненько люди, не слышавшие, может быть, о Христе, не знающие христианства, не желающие его принимать, живут, исповедуют. И утверждают, что жизнь вечна. Человек вечен. А эти временные, это лишь школы жизни, которые сами мы себе придумали и действительно учимся. И эта школа жизни дает право тебе творить зло. Вот так вот, все очень просто. Очередной, безумной, глупой, было бы легко сказать, абсурдный, какой-нибудь несуразный аргумент. Нет, люди пользуются. И причем, как я вам пример привел, с собственной папой, на собственном примере. Да, потому что ему я тоже проповедую, потому что я тоже желаю ему покаяния. Как Иисус говорил, вот таким, как мой папа, упорный грешник, да, вам пришел и анкреститель, не ест, не пьет, да, и поет печальные песни палкой. Все будете, покайтесь, змеи порождения, ехидны, кто внушил вам убежать от будущих гневов. Вам это не устраивает. Пришел сын человеческий, ест и пьет вино. Рассказывает о небесном царстве, об условиях, при условии любви друг ко всему другу, да, счастливого блага бытия. Вам это не нравится. Никому ничего. Трости надломленные, не переломит, ломит или на дымящегося, еле дымящегося, не затушит. У вас все равно ничего не устраивает. Вот так и это. Смерти, говоришь, что тебе, развидают право кого-то убивать? Естественная смерть. Или его жизнь в ад превращать? Нет. Бессмертие тебе дает. Его, получается, да, всем и бессмертно. Что это? Опять тебе дает право кого-то убивать? Потому что захотел. А, ну все бессмертно. Да ладно. Тогда можно мочить. Я же не убил его по-настоящему. Поигрался. То есть дурку включать можно по полной программе. Но я, когда люди так включают, я, естественно, и прямыми словами их деяния и поступки называю. Я говорю, ну ты вроде умный с виду человек. Получается, дурак дураком. Говорю это без лицеприятия папе, маме, брату, сестре, друзьям, родственникам, начальникам, если надо. С виду вроде умный. Копнешь ума-то и нету совсем. Вот так вот. Единственное, знаете, я вот на картинке просто со скотобойни ужасную фотографию пришлось поставить. Ну, самую яркую, отражающую, как всегда. А на значок видео вы видели, я вот этот подобрал, да, не знал, что поставить. Потому что там-то и так много я вечно со скотобойни. Да иногда и на значке эти, иногда и может алгоритмы не пропустить. У меня на Яндексе Дзене все ролики по веганству заблокировали. Сколько я мучился туда все это. Заливал, обрабатывал, выплюнули все, и все, все красные пометили. Я закрыл, больше на него вообще не захожу. Я, кстати, только сейчас, это кладбище, кстати, я даже сначала не понял до конца, но так и подумал. Это кладбище животных. В общем, даже нельзя назвать домашних животных. Видите, люди даже, я просто хочу сказать, сейчас, знаете, в конце уже, ну, и так, вот, садумал, ну, у меня не бывает ролики по 10 минут, это редкость. Все какой-нибудь, как там, стихи какие-нибудь только читают, да, за кадром, подкастами, а так сам я. Ну, зато я верю, что благодаря таким моим видео, тех, кто способны их слышать и воспринимать, уже становится на нерушимой платформе, хотя, к сожалению, в моей жизни были печальные примеры, что люди отваливаются от истины, и много лет общаясь со мной, слушая меня, ну, да ладно, это и, сами за себя будут давать отчет. И я вот это нашел, вы загуглите, как это говорят, да, у нас, ну, или в Яндексе, там, кто где, в какой поисковой, вот загуглите кладбище домашних животных, что-то такое, вы знаете, вот люди, правда, в противовес, да, вот кто-то готов вот такое вот делает, да, а вот кто-то животное даже, действительно, с любовью, все, и при жизни относился как братьям меньшим, он даже хоронит с почестями, как людей, имена у них человеческие, я, там же значок мелкий, я закинул, там сколько мог, приблизил что-то, я даже когда сюда решил, вот я думал, в конце скажу слово, ее открою, картинку, сейчас браузер закинул отдельно, и приблизил, чтобы она поближе была, она так-то больше, она зажимается автоматически, когда добавляешь в рамки, можно вот видите, приближать еще даже, и я думал, что это живая, может даже утка села, и такая фотка шикарная получилась, я тоже, ее хоть на значке там пусть не видно, думал, здесь даже покажу, ну, как бы символ жизни и смерти, да, умерший хорек, да, Энжи, у кого-то был хорек, видите, мы тебя любим, слово, понятное и простое, да, Энжи, 2006, там какой-то 10, что ли, вот непонятно, там не видно дальше, за травой, я думал, может уточка пришла, знаете, живая, и может такая фотка получилась, а когда приблизил, уже прямо вот перед роликом, закидывал, когда включал, чтобы для вас записать, уточка, конечно, деревянная, вот, не знаю почему, может у них еще утка есть, и там, какая дружба была невероятная, хорька с уточкой, ну здорово, да, и это красиво, и я только потом, приблизив ее, вот видите, мы сейчас, а, ну все, больше, нет, вот, вот это все, больше нельзя, да, приблизить, это, оказывается, кладбище целиком, домашних животных, ну или не домашних, кстати, где-то, я думал, в селе, смотрите, на заднем, вот только сейчас я прямо при вас присматриваюсь, но сзади целый виден спальный район из высокоэтажек, очевидно, ну может это не прям большой город, там 3-4 дома, не знаю, окраина какая-то, вот, ну очевидно, и сзади-то вон, смотрите, кладбище с собачкой, вон, по-моему, такая игрушка или что-то, а вот на той доске видно, мурзик, по-моему, написано, то есть это вот кладбище домашних животных, и вот действительно, знаете, это вот, ну это все может было на одну картинку, но на значках видео там вообще тяжело что-то, особенно мелкое, и туда рекомендаций Ютуба нету, действительно, люди ничего не видят, там минимум на значке видео должно быть и слов, одно-два максимум крупных, вот, и картинки должны быть говорящие крупные, ну вот я это там пометил, даже здесь я не стал вот сюда как-то совмещать два этих рисунка, вот так видео решил с вами просто поговорить, действительно, контраст, да, вот это вот, и вот это вот, вот обо всем сразу говорит, как там у белорусского рэпера, как его зовут-то, есть песня-то, а она у меня, по-моему, в плейере открыта, сейчас я вам скажу, очень хорошая песня, где он есть-то, Макс Корш точно, да, ну да, Макс Корш, это два типа людей, один там предаст, один что-то там душу за тебя, ну хорош послушать, кому интересно, после ролика, песня, да, вот, тоже, вот казалось бы, я не знаю всю его жизнь, кто он есть по жизни, но, песни, сам по-моему, пишет, ну, хороший смысл, есть два типа людей, он таким рэпом поет, вот правда, вот где, и когда с людьми разговариваешь, говоришь, слушай, ну вот, вот жизнь и смерть, любовь и ненависть, добро и зло, почему я говорю, возьми крайней степени, люди вон, относятся, как к себе, и наоборот, забивают до смерти, загоняя, как можно вот так вот, вообще, я вот вам в каждом ролике, через раз, или вообще, как вот так вообще возможно, зайти, вы посмотрите, на эту фотографию, это же реальное фото, это даже не иллюстрация, не картинка, это же ад, заметьте, он одну за другой, мочит просто, вот, какой-то дубиной, это просто дьявол, вы знаете, узнать, кто вокруг тебе, очень легко, можно любить своих родителей, как говорят, а вы попробуйте, вот, узнайте, кто они в душе, Иисус сказал, дерево познается по плодам, от избытка сердца, говорят уста, по делам их, узнаете их, вот, ты показываешь это, говоришь, папа, мама, брат, сестра, сын или дочка, вот, это что такое, что это такое, как, я тебе спрашиваю, да, в детстве он говорил, вникни в эту картинку, попади туда, вот, что это такое, это же ад, в самом прямом смысле слова, веришь ты в нее, это все, что самое, есть, омерзительное на земле, я здесь с такими в деревне, я знаю таких вот, уже в этой, познакомился, они просто, когда они мне рассказывают, я понимаю, что они вот этим занимались, я, или вообще бывает уже с ними, они же, не кающиеся, как я вам говорил, да, они как бы и не упорствуют тоже, если человек до меня, конечно, сам еще не прессует, а не знает кто я, все равно со мной ведут себя аккуратно, и я тоже до последнего стараюсь все-таки, не послать их, конечно, три буквы, да, вот все-таки, ну так иногда у меня даже здороваться желания нет, ну и по-разному я говорю, проявляю я, если я вижу хоть какая-то, я не знаю все, что я, вы видите, я пробу спокойно пишу, в лицо это говорю, да, если они как бы, сами меня не посылают, или не наезжают, ну, как Павел сказал, если нам из мира грешника выйти, то надо вообще тогда сваливать, да, известно куда, в новый светлый мир, вот, ну вот это вот что такое, ну что вот это такое, как это можно в голове, я, это вот криков, вопли нет, когда фото, я еще могу стоять, вот это видеть, говорить, нету вопли хотя бы, всей этой движухи, вонищи этой, ты представляешь, что там, видео, кто знает, я говорю, я смотреть вообще не могу, я говорю, хоть я рассказал, что я земляне, вроде два раза может смотрел, я говорю, только потому, что вот, ну я и страсти Христова смотрел, раз десять, что он мне рыдал все время, я уж не помню, какой-то раз цель была, может кто-то вот вечно, я помню, кто-то даже там говорил, что там про молоко, что-то нет еще, я вот точно уже всех вещей не помню, понятно, я вам говорю, что я такой вообще вытерпеть, я скуление там любой, пташки на улице вытерпеть, человека, я не могу, все то же самое, да, вот, ну когда вот это хотя бы без голоса, без видео, без движений, без запаха, фото, я еще могу перерепощивать, видео, когда я там, вы где-то видите ВКонтакте, я их даже, они иногда в автомате запускаются, к сожалению, я помню, Оля мне что-то там в телеге перебросила, я сказал, удали, я, а мы, ну она перебросила, и мы что-то там, ну не переписываемся пока, просто обычно мы там общаемся, ну я когда к ней что-то, или она где-то, я не помню, она знает, да, я уж точно не помню, почему, я каждый раз как заходил, я хотел что-то написать, и она в автомате, в телеге, со звуком что-ли, или я не помню, запускалась, а там просто жесть, она сразу предупредила, а там такая жесть, вот такая только в видео, и я говорю, убери, я не могу вообще даже зайти, или мы куда-то в группу, я не помню, короче, как-то вот так это было, да, вот, сейчас, секундочку, вот так вот, так что, что тут сказать, что можно людям говорить, что, как каменеет у человека, так сердце, я не знаю, о чем вообще, меня, я вам рассказывал уже, да, что пытались переубедить, что, не обязательно христианину быть веганом, и что надо помягче, это не так важно, может быть, да, или не с веганства, надо начинать, беззащитная, любовь к беззащитной, ничего от тебя, никаких веганства, не требует от человека, никаких усилий, ровным счетом, все, что она требует, от него вернуться, в нулевую, в нормальную планку, в состояние, райское, Адам и Севы, где Бог создал мир, и надо хотя бы сберечь, хотя бы не вредить, ты еще ничего доброго не сделал, хотя бы от ада этого уйти, хотя бы вот оттуда, из этой блевутины, на берег выползти, да, вот так вот, и все, отряхнуться, и стать чистым, голым, пока человеком, не одетым, в Божью благодать, святости, свет, ты еще ничего, никакой жертвенной любви, ты еще не проповедник, не активист, хотя бы самому от этого отстать, все, просто от этого ада отстраниться, хотя бы самому, еще не терпеть поношение, поругание от родственников, там, чего-то, да, разлучение, расставание с кем-то, хотя бы сам, сегодня просто взять и выйти, не важно кто ты, где ты, какого ты социального, там, на какой ступеньке, этаже социального лифта находишься, в корпорации, в обществе, кто ты по образованию, полу, возрасту, вера, мира, исповедание какого-нибудь, там, да, мировоззрение, абсолютно не важно, это минимальная вообще планка, с чего начинается просветление человека, с его, если он там какой-то выск, и тем более, если он выказал какой-то делами своими, стремление к свету, стал что-то искать, Бог у него что-то где-то зашифилилась, стал что-то искать о Боге, о любви, о бессмертии, о свободе, об истине, о правде, о смысле жизни, вот, с этого все, начинаются, с любви к беззащитным живым существам, пока молчаливы, просто отречения, от творения им хотя бы зла, хотя бы, то же самое к людям потом, но люди хотя бы тебе ответить могут, попробуй кому зло сделай, так тебе в лоб засадят, животные, животные абсолютно безоружные, без вообще всего перед человеком, бессильные, любого медведя человеку валит просто на ура, все средства для этого, уж про это это вообще не медведи, что может тебе сделать свинья, ничего, что может сделать курочка, ничего, рыбка, ничего, енотик, что тебе может сделать, песец какой-нибудь, ничего, ты с него шкуру сдираешь, полностью отречься от творения, зла, беззащитным, живым существам, которые были созданы для радости творения, для радости жизни человека, но не через убийство их, а через ласку, через веселье, вместе побеситься, покувыркаться, попрыгать, побегать, через тактильные удовольствия, погладил, поцеловал, полизал, вот так вот, вот так вот, но человек, к сожалению, может настолько закосневать свои ступости, настолько у него может каменять сердце, что что же говорить о людям, с людьми делают то же самое, а ну да, а это все, вот эта цепочка, цепочка, да, когда-то с этого началось, примите это, исправите это, все у вас станет на места, все у вас будет хорошо, я вам всем желаю, достигнуть совершенства, познания истины, обрести полноту счастья душевно, уже здесь, в этой жизни, ну а в будущем, в полноте ее обретете и в теле, духовном, в новом теле, в новом мире, в мире таких же прекрасных личностей, как вы, где будет прекрасная природа, любящая тебя, да, непроклятая за твои грехи, непроклинающая тебя, волчцами и репейниками, будет миллиарды, триллиарды живых существ, любящих тебя, будет рай, на миллион раз помноженный, будет небесное царство любви, и чтобы туда попасть, и стать достойными гражданами, нужно здесь получить паспорт, в паспорте, в этом написано, любит всех, люблю всех, вот так вот, поэтому всем я вам этого желаю, ставьте обязательно, какие нравятся мои видео, лайки, чтобы они продвигались, в поисковых системах, делитесь ими в соцсетях, не бойтесь никого, не стесняйтесь добра, пусть люди вокруг вас просвещаются, обличаются их грехи, сами не можете, хотя бы делитесь чужими, вот, и сами, потихонечку, пытайтесь что-то делать, говорите, пишите, на акции выходите, делайте что можете, до встречи, в небесном царстве любви, шучу, до него еще, да сказать, доползти надо, с крестом на хребте, до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,